Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Седьмая ошибка. Игра только со слабыми. Победа над слабым подобна поражению. Эта восточная пословица несет в себе мудрость. Очень многие игроки ошибочно полагают, что сыграв множество партий, причем как раз таки со слабыми игроками, они повышают уровень своей игры. Это на самом деле, конечно, не так. Так, если вы играете только со слабыми игроками, то вы их постоянно побеждаете. В конце концов вы начинаете деградировать. Почему? Потому что, ну зачем тренироваться, если я и так постоянно побеждаю? Вы, как правило, перестаете анализировать эти партии, ну потому что соперник делает детские ошибки, что там анализировать. И, скорее всего, вы можете даже получить такое психологическое заболевание, как звездная болезнь. То есть, это чувство собственного превосходства над остальными. Вы считаете, что вы лучше других, сильнее других, умнее других, быстрее других и так далее. Ну и самый лучший. На самом деле, это, конечно, заболевание. Ну не заболевание, а отклонение, так скажем, от нормы. С этим надо бороться. Ну подробнее об этом мы поговорим в главе «Звездная болезнь». А сейчас мы говорим об игре со слабыми. То есть, я бы не рекомендовал вам играть постоянно со слабыми игроками. Некоторые игроки впадают в другую крайность. Они начинают играть только с сильными игроками. Как правило, они проигрывают все эти партии. Или максимум, что они могут рассчитывать, это тяжелая ничья после долгой обороны. Я бы не рекомендовал тоже играть только с сильными игроками. Потому что, как раз играя только с сильными игроками, у вас тоже будет подавленное состояние. То есть, вы можете даже забросить заниматься шашками. Ну потому что вы постоянно проигрываете. Кому нравится проигрывать, это никому не приносит радость. Поэтому, для чего тогда вообще заниматься шашками, в принципе, тоже возникает вопрос. Поэтому я бы не рекомендовал играть только с сильными. Вообще, я бы рекомендовал играть со всеми игроками. И со слабыми, и с сильными, и с игроками, которые играют в вашу силу игры. То есть, какую пользу можно извлечь из игры с сильными игроками. После партии всегда анализируйте свои партии. То есть, даже если вы проиграли, вы проанализировали свои ошибки, впредь вы их уже не будете допускать. Потому что вы их проанализировали. Понятно? То есть, если вы играете с более слабыми игроками, вы, так скажем, учитесь правильно атаковать своего соперника. И, как правило, учитесь, так скажем, выигрывать эндшпили, в которых у вас большое преимущество. Если вы играете с игроками, которые играют в вашу силу игры, то есть, это уже больше напоминает футбол. Причем открытый. То есть, то вы атакуете, то ваш соперник. То есть, вам приходится то атаковать, то защищаться. То есть, игра, так скажем, гармоничная. Идет гармоничное развитие. Вообще, подобной игры можно добиться на турнирах со швейцарской системой. То есть, как правило, если вы кого-то выиграли, вы играете с более сильным игроком. Проиграли, играете с более слабым игроком. Ничью сыграли, играете с игроком примерно вашего уровня. И как раз за счет этого достигается гармония, которой надо стремиться. То есть, друзья, не делайте ошибку, не играйте только со слабыми, не играйте только с сильными, играйте со всеми. Ну и тоже хотелось бы отметить, что надо играть, так скажем, не пропускать занятия. Ну и очень много не играть, потому что может возникнуть, так называемая, перетренированность. То есть, вам не захочется даже смотреть на шашки. Вас просто будет откровенно от них тошнить. Чтобы этого не получалось, то есть, играйте в турнирах не чаще одного-двух раз в неделю. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, можете поделиться им в соцсетях. Задавайте ваши вопросы, пишите ваши комментарии. До свидания.